Здарова, ребята! Всем привет, меня зовут Арткул и вы правильно попали на канал Вани Холдика, поэтому если вы здесь находитесь, смотрите этот видеоролик, поставьте лайк и подпишитесь на канал, это очень важно. Ребят, ответьте мне на один вопрос. Как вы считаете, обновление какой-то звездной силы, например, добавление новой звездной силы, гаджета, можно считать как за обнову в игре? Напишите ваше мнение, мне интересно, почитать будет. Но знаете, к чему я веду, а как вы считаете, будет ли обновление на этой неделе? Я могу порофлить с тем образом, что Ваня уехал отдыхать. Да, он уехал отдохнуть от всех этих дел, друзья, знаете, так спокойненько расслабиться, но обычно вы понимаете, к чему я веду. Обычно, как он уезжает куда-то отдохнуть, в игре появляется обнова. Скоро добавится новая старочка, мы это все прекрасно уже поняли. Но у меня вопрос, друзья. В прошлые разы, когда Ваня уезжал, в игру добавлялись обновления. Был конкретно Бравл Ток, вся эта тема, и он ее благополучно провтыкивал. Интересно, случится так в этот раз или нет? Тоже ваше мнение, напишите в комментариях, друзья. Кто не хочет, чтобы Ваня все это провтыкал, поставьте лайк на этот ролик. И, кстати, друзья, ссылка на мой канал тоже в описании, я буду вас всех очень сильно рад видеть у себя. Там тоже крутые ролики, там масса всего интересного, поэтому залетайте, ссылка в описании. О чем мы сегодня с вами поговорим? Ребята, совсем скоро, кстати, это новый Снэкпик. Мы, как официальные ютуберы с Ваней, Ваня бы и сам записал бы это, но он уехал. Но Снэкпик хочется вам показать, да, друзья? В эту среду, уже 20, получается, какого? 24 февраля будет новая звездная сила на генерала Рафса в магазине. Жесткая звездная сила, на самом деле, друзья. Мы сейчас посмотрим ее, рассмотрим в действии, и вы напишите, как вы считаете, нормальная звездная сила или нет. Я предлагаю начинать, друзья, полетели. Окей, друзья, что мы имеем на данный момент? Смотрите, у нас есть скины, мы это все прекрасно видели, знали, играли. Первая старка в игре есть, и вот вторая старочка. Давайте разберем, что это такое. Называется она «Продвижение по службе», ребята. И ее смысл в том, что все ваши тиммейты в дуо или в трио, которые находятся в радиусе действия вот этой новой старки генерала Гавса, мы ее сейчас увидим в игре, их здоровье будет увеличиться на 30 хитпоинтов каждую секунду. И это, конечно, что-то жесткое. Я до сих пор, я не понимаю, это топово, это не топово. Лучше первая старка или вторая? Давайте вместе с вами разбираться, и напишите в комментах, как вы считаете, какая старка лучше, первая или вторая? В общем, друзья, давайте посмотрим все это дело в действии, как оно все работает. Ну, потому что, блин, очень плохо то, что пока что еще нет у нас третьего уровня с вами, но скоро, я надеюсь, что нас очень верим в то, что нас повысит на третий уровень, и мы сможем сами все тестировать своими руками и смотреть. Вот, друзья, смотрите, вот прямо сейчас, видели, там была такая, ну, круглая зона. И смотрите, у спайка 3510 здоровья. Оп, 3540. Каждую секунду увеличится на 30 хитпоинтов. И вот у меня вопрос, тут, на самом деле, мы попытаемся в процессе всего этого действия, вот, смотрите, увеличится здоровье, конкретно увеличится. Блин, капец, и до скольки можно так пропуститься? У меня вопрос, как сильно можно пробустить свое здоровье, своего тиммейта, да, вот, вот таким образом, с этой старкой? Оно бесконечно будет буститься? Вот, я же говорю, один из минусов того, что у нас сейчас нету третьего уровня, это то, что, ну, мы бы своими руками сейчас вместе с вами стали бы и посмотрели, друзья. Вот, кстати, видели, только что в стену стрельнули, не разорвалась стена, потому что, ну, не первая старка выбрана. И вот тут вот вопрос возникает, какая старка лучше? Иногда, очень часто, очень часто даже бывают такие случаи, что первая старка спасает в том плане, что вы делаете дыру какой-то стене. В браулболе или там в гемах вы позицию себе раскрываете. А вот с этой старкой уже непонятно. Вот конкретно в гемах, мне кажется, первая старка лучше. Вот здесь в дуо, наверное, все-таки, как и с джином, да, вот эта похожая механика, тут, наверное, вот будет получше все-таки поинтереснее вторая старка. Если мы берем браулбол, тут, не знаю, 50 на 50, очень часто бывает то, что ты бегаешь вместе с тиммейтами, да, и ты их подхиливаешь. Но, естественно, друзья, понятное дело, что вот бывают моменты, когда на миду, вернее, не на миду, а возле ворот есть какая-то стенка. И с помощью первой старки ты можешь ее разбить. Ну, со второй старкой ты уже этого не сделаешь. И тут, тут масса вариантов, друзья. Вот, смотрите, видели, уже я привык к тому, что стенка разбивается, но, к сожалению, такого не происходит. Ладно, давайте посмотрим, вот, к примеру, ситуация в браулболе. Видите, всем тиммейтам, насколько я сейчас вижу, увеличивалось здоровье с каждой секундой на 30 хитпоинтов. Это прикольная штука. Но что лучше, я, честно, я не знаю. Вот, я сейчас смотрю, думаю, тут, наверное, от ситуации все, опять же, таки, зависеть будет. И вот, даже вот с любым другим бравлером, насколько я сейчас могу подумать, вот, нету однозначного ответа, какая старка лучше. Есть, конечно, бравлеры, у которых, ну, явно какая-то старка там в преимуществе, гаджет в какой-то преимуществе. Но бывают обе старки, оба гаджета крутые, и ты не можешь однозначного ответа дать, какая старка или какой гаджет будет лучше на того или иного бравлера. Вот, к примеру, смотрите, а давайте вот сейчас рассмотрим. Вот, 7680 и 7190, да? Оп, прошло, 780 увеличило здоровье, и 7740, да? У каждого тиммейта увеличивается уровень здоровья. Это жестко. Естественно, после того, как они умрут, больше всего, что, ну, не будет этого количества здоровья максимального, которого вы достигнули, все заново будет, ну, то есть, все будет сбрасываться. И фиг его знать, друзья, может, вот таким вот образом. Это очень, вот сейчас, вот этот пик, мне очень сильно напоминает очень интересный такой, знаете, мужицкий пик в браулболе, там, где Пока едва танка используют. Ну, я думаю, каждый понял, о чем я сейчас говорю. Но только здесь уже в роли Пока, в роли вот такого вот хиллера выступает у нас генерал Рафс. Я когда впервые увидел эту старку, я что-то подумал, блин, ну, вряд ли он увеличивает здоровье. Я увидел, что вот эта область появляется, да, но я подумал, что, блин, наверное, как-то уменьшается количество урона, которое, ну, попадает по вам и по вашему союзнику. Ну, как мы увидели, это механика того же, того же Джина, да, или же того же Пока, конечно же, ребят. ПМки, которая стреляет, да, и хилит. Ну, не знаю, друзья, еще один хиллер появился у нас в игре, и тут однозначного ответа я не могу дать. Какая старка интереснее, какая старка лучше. Вы свои выводы делайте сами, друзья, решайте сами. Поэтому я не могу конкретно сейчас дать какого-то однозначного ответа. Слушайте, друзья, я тут так посидел и прикинул, и знаете, до чего я додумался? Ну, наверное, это и вам тоже в голову пришла такая мысль. А походу, это опять теперь ШД будет сломано. Вот я вангую, друзья, когда выйдет эта старка в среду, даже я буду это тестировать. Будут в Дуо ШД катать такими пиками. Гавс плюс Фрэнк, к примеру, да. Вот у Фрэнка и так хитпоинтов там жопой жуй. Их там около 10 тысяч, да, хитпоинтов. 9, я не помню точно сколько. Ну вот представьте, все будут стоять в кустах вместе с Гавсом и фармить здоровье Фрэнку, к примеру. И вот так вот стоишь, стоишь, пока зона тебя не подожмет, вот это когда не вытеснет она тебя с кустов. И вот мне кажется, в ШДшке такое будет теперь очень часто встречаться. А ты знаете, были баги раньше, кто помнит, даже вот в еду можно было гулять, и вот ты не умирал в еду. Вот были раньше баги, и те, кто улдит, и вспомнят. Сейчас, ясное дело, по еду ты не сможешь побегать, потому что сам Гавс умрет до того времени, пока его, ну, у него хитпоинт закончится, потому что яд его заберет. И не получится в еду находиться очень долго. Но в кустах какой-то Гавс с каким-то там танком, Фрэнком, к примеру, мне кажется, будут засиживаться очень долго. Ваше мнение напишите в комментах, вы разделяете с моим или нет. Но мне что-то кажется, ой, блин, ШДХ, ты теперь будешь опять сломан на 100%. Вот вам такая старочка, берите на заметку, скоро она появится в игре 24 февраля в среду с обновлением магазина. То есть в 11 по МСК или же 10 по киевскому времени. Ребят, не забудьте просто взять, поставить лайк, подписаться на канал Вани, подписаться на мой канал. Я тоже для вас стараюсь, и поэтому, ребят, буду рад видеть у себя тоже на канале. С вами был Арткул, ждите Вани, он тоже должен скоро вернуться. Ну, где-то через недельку, сразу говорю, но он подзаписывал для вас видосы наперед. Ну, и периодически какие-то видосы я тоже буду выпускать, чтобы разбавлять контент. Спасибо за то, что смотрите, друзья. Всем удачи и пока-пока.